Всем привет! У нас, как всегда, новый поход. И сегодня мы приехали в Великий Бурлук. И у нас здесь усадьба Задонских. Или Задонских. Не знаю, как правильно. Ну что, погнали! Итак, немножечко истории об этой усадьбе. Построена она была в 19 веке и строил её Донец-Захаржевский. А так как у Задонских были родственные, у них были какие-то родственные связи с Донец-Захаржевским, поэтому они получили от него, в общем, в дар вот это вот поместье. И оно выполнено было полностью из дерева, но настолько были подобраны материалы, что все думали, что эта постройка была из камня. То есть вот так вот сделали круто отделку. Но на самом деле она была из дерева. И вот посмотрите, насколько она сохранилась. Всё-таки строили, конечно, раньше, на веках. Задонский был очень хорошим воином. И они с супругой занимали очень высокое положение среди дворян. Семья была очень набожной и зажиточной. Но так как Елизавета была больна, и она не могла посещать церковь, в здании на втором этаже была построена часовня. И семья Задонских дала прошение епископу, чтобы эту часовню осветили. И 29 июля 1851 года была освещена эта часовня. Хозяин дома умер через 4 года после этого. А его супруга Елизавета прожила в усадьбе еще около 30 лет вместе со своей семьей и потомками. К сожалению, с этой усадьбой связана одна страшная трагедия. В ночь на 25 ноября 1918 года в дом проникла банда Сахарова и устроила кровавую расправу над семьей прямо в часовне. Здесь погибло 8 человек, в том числе старики и подростки. Усадьбу разграбили. Также существует еще одна легенда, связанная с этой усадьбой, и что здесь была найдена Велесова книга, которая была исполнена на деревянных дощечках. Но подтверждений этому нет, поэтому в принципе неизвестно все-таки, существовала она здесь, находили ее здесь или нет. А сейчас мы спустимся в подвал. Ну что там такое? Свет. А здесь, наверное, у людей сарай. Подвал классный, да? Угу. Подвал еще 200 лет простоит. Посмотри, как будет. В общем, по факту в подвале смотреть нечего. Так, просто люди сделали себе погибло. Здесь так свежо, прохладненько. Летом нужно сюда приходить охлаждаться. Чай сидеть пить. Чай сидеть пить, да. Сейчас в наше время здесь расположена коммуналка. Здесь еще живут люди. Судя по всему, внутри нет ни воды, ни канализации вот этих всех коммуникаций. Но, может, мы ошибаемся. Поэтому, кто знает, обязательно напишите в комментариях. Было бы интересно узнать. Может, мы что-то пропустили. Может, вы что-то расскажете нам интересное. Жалко, что она не устояла до наших дней в своем былом величии. Я думаю, она была очень красивой. Ну, а так как мы приехали не только посмотреть на усадьбу, но еще и увидеть Великобурлугскую степь, поэтому мы сейчас направляемся именно к ней. Так что покажем вам не только прекрасные постройки, но еще и прекрасную природу. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Ну, а чтобы вы понимали, где мы встретили байбаков, мы добрались до Великобурлугской степи. Тут ящерицы живут. Вот такие. Красивые-красивые. Сидит здесь. И, в общем, очень много норы, очень много байбаков. Мы подходили, они как раз стояли. Постараюсь максимально приблизить, чтобы было их видно. Прикольненько. Идем сейчас на обед, делаем привал и будем двигаться в обратном направлении, так как, оказывается, последний автобус отсюда уезжает аж в 5 часов вечера. Поэтому надо не расслабляться. Спасибо. 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 Вот так бывает. Спасибо. 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 В общем, в поле все стало выше. Короче, идем, движемся, движемся. Осталось 700 метров, и мы выйдем наконец-то на дорогу. Так, друзья, на этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Как всегда помню, не нужно расстраивать ламу. Пишем комментарии, ставим лайки. Всем добра и обняла.